Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй и сегодня, ребят, я решил сыграть немножечко в такую игру, которая называется Кона. Не знаю, что это за инди-проект, какой он, но сейчас мы все с вами увидим, посмотрим, поиграем. В описании, ребята, было написано, что будем играть мы здесь за какого-то детектива Карла, который будет расследовать странные события. Серный Клэкбэк, 1970 года. Едем на машине, покурив сигареточку, в общем, все как обычно. Обычные дела. Пропускаем состав, везущий древесину, и переезжаем железнодорожный переезд. Так, а все, мне дали управление, теперь уже играю я. Так. Ага, здесь камера изначально, что по сторонам смотришь, ясно. Черт, а что так неудобно сделано? Вид-то из окна. Надо наклонять вниз, чтобы хоть как-то более-менее видно было дорогу. Ну да ладно. Так, что-то у нас там впереди просвечивается. Дорога плохая, все неплохо, а еще и переезд закрыт на мосту. Так, что нам здесь надо сделать? Обычный стол. Будка какая-то с камнем. Интересно, в нее зайти можно? Так, заходим в будочку. И видим флайер какой-то. Мэнастон. Так, и тут у нас краткая информация. Так, там было нарисовано волки. Это что-то не к добру как-то. Ну что здесь? Позвонить-то можно? Позвонить нельзя. Карта. Так, интересно. А как нам сюда проехать? Или можно пешком идти? Дорога в Хамильтон закрыта. Это, однако, будет мистерство для следующего дня. Карл ждал долго, чтобы кто-то пришел и рейсит. Так, и что вы предлагаете мне сделать? Ну, давайте залезем на эту вышку. Так, это что у нас тут за тотемы висят? Идолы какие-то выструганы из пеньков. Напоминает мне, знаете, эти сторожевые вышки. Охотничьи, точнее. Так, ящик. Щипцы. И какие-то что ли спички. Такая графика вроде бы простецкая. Не скажу, что на ура, но... Посмотрим, что тут будет дальше. Можем по помойкам лазить. Собрали пустую бутылку. Так, а что здесь написано? Две мили до заправки? Так, о, можно перекусить. Ага, вот для чего не должны были клещи. Ну что, теперь-то я могу проехать, наверное? Так, у него какие-то в Хамильтоне дела. В принципе, мы туда и едем. Черт, как неудобно-то немножко. Не то, что машины даже управлять, а непривычно, что он смотрит отдельно от вождения. Так, этот регион славится лесодобыванием. То бишь, древесину добывают. Так, что-то с нашим радио не в порядке, ребята. Так, какие-то помехи. Опа-на. Оу. Так. Не понял я. Это так и должно быть, или мы не справились с управлением? Да вроде как я и не управлял. Так, спустя пять часов. Ага, чупались. О, поранились неслабо. Что-то у нас с головным мозгом не в порядке. Стресс, что ли, какой-то, или что? Ко она. Это, что ли, эпилог, типа, был? Ну, я так понимаю, да. Что-то на это похоже. Так, ладно, ребята, я не понял, но машина-то... Опа-на, вон она, машина. Там хоть жив человек-то в ней. А в машине никого и нету. Даже некому помочь. Так, что тут лежит? Маленькая закрытая коробочка. И какие-то документы. Фотография женщины. А что это за женщина у нас? И почему у меня такой... взгляд расплывчатый? Так, аптечка. А чемоданчик нельзя взять. Так, мы замерзаем потихоньку, да? Нужно как можно скорее добраться до гаража. Так, это что, по ходу дела, есть у меня? А это что я могу забрать? Ну, надо выбираться отсюда. Здорово. Нельзя. В машину я попасть не могу почему-то. Ладно, давайте пробежимся. Так, южный... Атамикс какой-то. Так, мы зашли в какую-то хижинку. Фонарь. Так, огненные ракеты. Цепь. Не хватает поления. Да, уж, новые приключения. А где взять поления? Ёлки-палки, а тут я не замерзну на сплите? Так, тут вроде бы ничего нету хорошего. Давайте посмотрим снаружи. Ну? Почему дверь не открывается? Ах, вот тут как сделано. Где-то я уже так увидел. Опа-на, вот и поленье. Смотрю, нам совсем уже худо. Глаза как будто льдом покрываются. Так, инвентарь полный у меня. Написали. Ну, закрывайся дверь. Отлично. Ну что, теперь-то можно развести костерчик? О, замечательно. Вот, я вижу. Пошло тепло. Это мы отогреваемся якобы, да? Ну что же, начало такое интригующее, интригующее. Сбили машину. Нашли фотографию женщины. Женщин самой нет причем. Куда-то она убежала или что там с ней случилось, я не знаю. Очухались мы только через пять часов. Как вы видите, погодка в корень поменялась. Мы ехали, такое ощущение, что было или весна, или осень. А сейчас уже просто зима. Причем, конкретная, с пургой, с вьюгой. Как на Аляске. Ну что, я так понимаю, здесь больше вообще ничего нельзя сделать. Этот домик, видимо, нам нужен был как перевалочная база. Так, какой-то у нас журнал есть. Так, в нем мы делаем какие-то заметочки. Абсолютно всего, что произошло. Так, вот он, чемоданчик, который мы нашли. Машину, которую оставили. Фонарик есть. Карта. Журнал. И фотоаппарат. Ну-ка. А у фонарика есть батарейка или нет? Или он вечный? Документы. Инвентарь. Поленья. Кусачки. Полароид фильм. Диск. Пустая бутылка. Так, я так и не понял насчет фонарика. Есть батарейки или нет на нем? Так, запись произошла. Сесть, встать, приблизить, отдалить. Так, ну давайте посмотрим здесь, а это что такое? Еще одна печурка. А для чего она здесь? И вышка. Давайте залезем на вышку. Вдруг там чем-нибудь лежит. В каком-нибудь ящичек. Или увидим, может, что-нибудь. Такая музыка тревожная играет. Нет, ребята, здесь абсолютно пусто. Ничего нету. Не, ну как же погода в корень изменилась за пять часов, а? Снега намело столько. Очень это все странно. Лодка дрявая. На ней никуда не плывешь. Покрышка лежит какая-то с лопатой. Лопату взять нельзя. Так, я даже не знаю, что делать-то, ребят. К машине, что ли, сбегать опять? А если туда подальше пробежать? Ой, тупик, по-моему. Слушайте, а у меня что такое? Красные капилляры, что ли, как бы? Ну, на глазах. Красные, или что? Походу, дело, да. Видать, мне совсем плохо. Мало того, что я замерзаю, так мне еще и самочувствие плохое. Так, это интересно, это игра выживалка или как? К какому ряду ее отнести? Или ужасы? И печурка вот эта непонятно зачем горит. Ну, если и в доме горит печь. А здесь-то для чего я ее поджег? Да, пока у меня одни вопросы. Так, ну, здесь никуда не выбежать. Здесь абсолютно все ограждено камнями. Там тупик. Машина не выезжает. Может быть, я что-то здесь не сделал. Знаки ржавые лежат. Шкура, которую нельзя ни поднять, ни положить. Спальный мешок. Тоже невозможно ничего с ним сделать. Даже нельзя чайку налить. Очень интересно. Да. Они все такие игры. Вначале непонятно ничего, а потом как пойдет. Все как по маслу. Надеюсь, здесь так все и будет. Ну, хорошо. Давайте я еще разочек сбегаю в сторону, где меня не пропускали. Нужен ключ, чтобы открыть коробочку. Понятно. Нет, ребята, не пропускает меня туда. Может быть, надо фонариком? Нет. Бесполезно. Очень интересно. Ну-ка, что у нас тут с машиной? Машина заведенная. В то же время не пускают. Карл... Карл... Так. Мы повесили диск с цепью. Пишут, Карл плохо себя чувствует. У него плохое самочувствие. То бишь, у меня плохое самочувствие. И что вы прикажете делать? Я вроде отогрелся. Я думал, что, может быть, можно подогреть воду и... Типа замерз замок. Палить замок, чтобы дверь открылась? У меня же вроде как бы где-то должна быть пустая бутылка. Так, вот она. Но она почему-то никуда не применяется. Одна штука. Сигареты. Так, я съел аптечку и здоровье мое поправилось. И теперь я стал лучше видеть. Вижу ржавые какие-то банки из-под масла или чего-то такого. Так, это значит полароид. Чтобы снимать... Документировать все. Ну вот, задокументировал. Такое впечатление, что я что-то неправильно делаю. Никаких подсказок, ничего нет. Так, давайте посмотрим еще разок журнал. Так, меня зовут Карл. Мне 42 года. Слушайте, а действительно, по-моему, я стал лучше видеть. Как-то поярче все стало. Костер горит. Для чего горит? Ума не приложу. Так, ну здесь... А, здесь расставляется на крестовину. Ну, я играю не на джойстике. На клавиатуре, так что это не актуально. Щипцы тоже, воду нельзя... Точнее, бутылку тоже нельзя применить. Так, ну река не замерзла, я смотрю. Все там нормально. Так, выйти здесь тоже никуда нельзя. Абсолютно. Все камнями огорожено. Ну что ж, давайте еще раз попробуем к машине. Так, и... Ядрить твой на корень. Я только сейчас понял, ребята. У меня было плохое самочувствие. Я... Якобы не мог управлять транспортным средством. Я съел аптечку. Поправил себе здоровье. Ай, вот оно что писалось-то про самочувствие. Ладно, ребята. Да, времени, конечно, потерял много на ерунду. Ну, извините. Первый раз в нее играю, так что... Я думаю, это... Не первый мой косяк будет. Куда еду? Ничего не видно вообще. Так, что там такое? Регион Монастан. Да, снежные горы. Ох, как потрясывает. Елки-палки. Если честно, машина-то неуправляемая. Даже заносит. Все как прям в реальности. А куда мне вообще ехать-то надо, а? Еду куда-то. Так, а это что такое? Это мне, знаете, что, ребят, напоминает? Как раньше на консолях игры определенные регионы идут с подгрузкой. Так, куда-то приехали. Так, а это он уже сам. Подъезжает к заправке. Заправочная станция. Так. Оп-па-на, и пусто. А здесь нужен ключик. 2,50 за заправку. Оп-па-на, а это что такое? Карл had no trouble recognizing his employer. He had been killed. Труп. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close. That the fatal blow had been given before the victim even realized. Так. Запечатлели эту картину. Документы. What could be inside that envelope? Карл was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the PO box for the Canadian Secret Service. Канадские секреты. Я не могу понять, вот этот голос, это идет от Карла или от рассказчика? Уж больно как-то спокойно все он говорит. Да и Карл тоже себя чувствует как-то не особо. Что-то, что-то взорвалось, что ли? Так, касса. Только не надо говорить, что здесь нужен какой-то определенный пароль, чтобы ее вскрыть. Как же я этого не люблю все. Так, давайте позвоним. Так, позвонил. Так, аптечка, я смотрю. Так, а это что такое? Часы остановились. Батарея. Батарея. Так, в магазине столько продуктов, да, и ничего не могу взять. Так, электричество. Так, отключено на линию генератор. Тут что-то ничего не открывается. Где мой фонарик? Ничего не вижу. Так. Что-то спасибо из Карелии. Из Кореи. Что-то там посылки, что ли. Так, а это что у нас? Горючее. Сухое горючее, что ли? Типа того. Так, а это у нас генератор. Так, нужна изолента. И щипцы. У меня нету ни того, ни другого. Так, записочка. Помятая бумажка. Какой-то скелетик нарисован. Точнее, черепок. Так, ага. Можно, наверное, сюда зайти. Так, опять печурка. Мы как эти. Как по берушке. По помойкам лазим. Так, сюда нужен ключ. Такой интерактивный детектив с поиском предметов. Да, молоко тут уже давным доносишь. Замерзло. Так, выложу я эти дрова. Интересно, для чего сигареты? Покурю, чтобы втихаря. Нет, он не берет молоко. Хоть ты треснет. Так, мы укрыли труп. Чтоб он якобы нам глаза не мазалил. Так, моя суть вообще. Сюда для чего я приехал? Встретиться с этим человеком. Обнаруживаю, что он труп. Ну ладно, это я понял. Далее. Мы обыскали здесь... Так, куда по листу? Что ты там хочешь найти? Так, вишневое вино. В темноте рекомендуем использовать фонарик. Так, я приехал сюда. Мне нужно теперь что? Заправиться. Кассу эту взломать как-то надо. Фотографии. Записки. Кассу эту взломать как-то. Что может быть в этой взломе? Карл был заброшен. Он знал эту адресу. Она говорила, чтобы быть адреса ПО-бокса для Канадского секретного сервиса. 165, может быть, 165 надо набрать. Ну, это, конечно, глупость. Ну, конечно, ерунда все это. Хе-хе. Опа-на. И вот и ключики. Че сделал? Умань приложу. Нажал 165 и Б. О, тут еще шкафчики у нас. Ранги, ранги, ранги. Какие-то счета. Еще одни ключи. Ага, ключ от гаража. Ну, что ты не открываешься-то у меня? Давай открывайся. Ага, тут можно, значит, все шкафчики открывать. Ну, тут пусто у нас. Во, изолента. И что это такое? Мачес какой-то. Так, изоленту мы нашли. Нам нужно еще найти... ...кусачки. Это для того, чтобы починить генератор. Ну, если они, конечно, здесь есть. Если нам нужно его вообще чинить. Так, опять какой-то документ. Регистрационная касса. Какая касса? Регистрация денег, кэш. Так, флайер. Квик-бэк. Манаса. Ну, короче, понятно. Флайеры об ихней... ...территории. Ну, вроде бы как уже все здесь. Делать так таковым нечего. Давайте здесь выйдем. Так, а теперь уже почему-то не отмечается, что мне нужно. Так, это что такое там было? Следы. Волчьи или... ...чьи-то или... ...собачьи. Так, ну-ка откроется. Опа, она открылась. И там лежит у нас... ...револьвер. Так, а вот у нас гараж. Опа, она... ...мы открыли гараж, ребята. Что здесь хорошего? Радио. Какая музыка-то отпадная, а? Что это я взял там? Набираю что-то. Что я набираю, непонятно. Так, а машина у нас... ...непригодная. Так, нужно... ...электричество. Да, значит, нужно генератор чинить. ...получается. Вот какая-то мастерская. Она гараж, она и есть гараж. Инструменты, инструменты, старые покрышки, диски. А где же мне взять клещи тогда, получается? Нужны клещи для того, чтобы... ...изолента и клещи, чтобы починить генератор. Опа-на. Починил? А клещи-то у меня откуда взялись. Не было же. Я все время забываю, что двери тут у них так открываются. Так, ну что же, хорошо. Генератор починили. Теперь нужно как-то напругу дать. На линию. Это отключить на генератор. Пойди, вот так должно быть. Блин, не вижу там, что написано. Да все, все, все. Я понял, успокойся. Так, ну здесь нет электричества. Так, на генератор. Так, ага. Вот я отключаю. Вот здесь отключается и включается. Значит, по идее, здесь есть напруга. Стрелка секундная замерла на месте. Да, местечко, конечно, такое непонятное немножко. И это только начало игры. Я только в ней разбираюсь. О, а здесь свет есть. Какая замечательная музыка играет, да? Прямо аж плясать охота. Опа-на. Мы подняли машину. И что нам это дало? Тут ничего нету. О, монтировка. Ну ладно, ребят, на этом я буду заканчивать это видео. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем выпуске. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Все, ну ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...